Люди в погонах в последнее время во Дворце Независимости едва ли не самые частые гости инсовещения по оперативной обстановке с главнокомандующим, заседания совбеза, доклады и все же в череде этих рутинных мероприятий, без которых едва ли можно представить слаженную работу по обеспечению нашей с вами безопасности, есть место и праздничным поводам для встречи, таким как сегодня. Окончанию военных вузов одинаково радуются и те, для кого это первое образование, и те, у кого за плечами внушительная выслуга. Они профессионалы своего дела и числа тех, которым хочется становиться лучше. Те, кто понимает, что сегодня мало быть просто хорошо вооруженным и физически подготовленным, чтобы побеждать противника. Почти два года, проведенных за ученической партой, позволили совершенствовать определенные теоретические знания и совершенствовать процесс своей, наверное, практической деятельности, систематизировать тот практический опыт, который был, для своей дальнейшей службы, для своей дальнейшей практической деятельности. Закончив факультет Генерального штаба, в первую очередь, учат мыслить более широко, более глобально, для того, чтобы видеть более то, что скрыто на начальном этапе карьеры. Раньше в повседневной службе я занималась технической защитой информации. Сейчас моя будет служба связана с оценкой и анализом военно-политической обстановки и стратегической вокруг Республики Беларусь и выработкой предложений для обеспечения военной безопасности нашей страны. Если белорусские военные сейчас, наверное, впервые за 30-летие независимости сталкиваются с серьезнейшими вызовами и беспрецедентными угрозами, то сотрудники органов внутренних дел воюют постоянно. Чего стоит борьба с наркотрафиком? Желающие заработать на продаже психотропов не исчезают и изобретают все новые и новые методы распространения смертельных доз. В борьбе с ними важно быть на шаг впереди. И, судя по статистике, милиции это удается. В Могилевской области буквально на днях была изъята крупная партия чуть менее килограмма особо опасных психотропных веществ. С начала пандемии начало происходить незначительное снижение в данном направлении. Однако преступники совершенствуются в данном направлении, что заставляет и нас, правоохранители, идти в ногу со временем и совершенствоваться постоянно, повышать свой профессиональный уровень для того, чтобы противостоять этой угрозе. Капитаны, майоры, подполковники, полковники и будущие генералы сегодня в одном строю во Дворце независимости. И в преддверии встречи с главнокомандующим, независимо от званий, ведомств, которые представляют, испытывают плюс-минус идентичные ощущения. Но в силу профессиональной специфики и чертам характера, немногословны журналистами. Конечно, волнительно. Не каждый день встречаешься с главой государства, не каждый день заканчиваешь высшеучебные военные заведения. Но так, в принципе, как обычно. Готовы ко всему. Обычные гражданские церемонии награждения в этом зале начинаются со слов президента. Однако в случае с людьми военными свой протокол. Прежде чем главнокомандующий обратится к личному составу, доклад министра обороны. Пусть мои получения принадлежит в республике, которые получают по российским гражданам, что не зарабатывают и не радуют. После развала Советского Союза Беларуси пытались внушить тезис о бесполезности содержания собственных вооруженных сил, без перспективности профессии военного. Но руководство молодой страны поступило в интересах ее жителей. И, как показало время, не прогадало. Быть офицером сегодня почетно, и каждый, кто носит это звание, знает, что за ним стоит. И защищает эту нашу общую ценность, суверенную Беларусь. А белорусское государство поддерживает их и будет впредь, заверил главнокомандующий. Политика нашего государства, направленная на поддержку человека в погонах, модернизацию вооруженных сил, главного гаранта суверенитета независимости Беларуси, была и остается неизменной. Должен вам сказать, что эта политика в плане социальной защиты наших военных, вообще силовых структур, будет усилена уже с будущего года. Мы смогли противостоять оголтелому давлению на нас со стороны тех, кто желал государственного переворота через мятеж. Вы это все наблюдали. Вместе с истинными патриотами Беларуси мы сохранили мир в нашей стране. Однако, события, которые сегодня развернулись вокруг Беларуси и России, требуют предельной бдительности и концентрации. Странами Запада, при откровенном дирижерстве Соединенных Штатов, последовательно, методично и даже вопреки собственным национальным интересам, желаниям народов разрушается система глобальной безопасности. В итоге, эта целенаправленная политика привела к военному конфликту в Украине. Сегодня ситуация еще сложнее, чем два года, два месяца, да даже два дня назад. У наших южных рубежей горячий конфликт. У западных невиданная раньше концентрация живой силы и техники Североатлантического альянса. Агрессивная риторика западных политиков в адрес Беларуси и России. Даже скептиков сподвигает задуматься, для чего создается и куда направлен этот бронированный кулак. Более того, в последнее время, и мы это подробно обсуждали вчера с президентом Российской Федерации, разрабатываются стратегические планы нападения на Россию. И главное направление удара, ну, история повторяется, через Украину и через Беларусь. Видимо, навоявленные крестоносцы из Североатлантического альянса вдруг решили, что наступает подходящий момент для очередного броска на восток, забыв, чем закончились аналогичные походы для их исторических предшественников. С западными странами на земле и в воздухе активно ведется разведка, осваивается военная логистика, проводятся учения, перебрасываются техники и запасы из других регионов и даже стран, параллельно увеличиваются военные бюджеты. Сегодня нейтральные Швеции и Финляндия вдруг выразили желание срочно присоединиться к НАТО и руководство блока, вопреки своим правилам, готово в ускоренном порядке принять их в альянс. Заметьте, даже не спрашивая мнения народов этих стран. На недавно состоявшемся саммитинат заявлены намерения о принципиальном усилении своего присутствия и влияния в Европе. Одновременно нарастает давление на нас и в других сферах, прежде всего экономической и информационной. Это в очередной раз подтверждает против Беларуси развязана полномасштабная гибридная война, которая всегда носит наступательный характер. К вопросу о правильности принятого многие годы назад решения о сохранении собственной армии, а не наивному расчету лишь на коллективные силы. Текущая ситуация показала, что далеко не все союзники на бумаге готовы к реальному исполнению договоренности. Александр Лукашенко об этом, глядя в глаза, говорил своим коллегам на саммите ОДКБ в Москве, повторил и сегодня. Массированное давление привело к тому, что, к сожалению, некоторые наши союзники по ОДКБ и СНГ занимают, мягко говоря, выжидательную позицию. Но при этом политика Беларуси не пошатнулась. Мы поддерживаем диалог со странами, которые уважают наше мнение и наши интересы. Объективно оцениваем, что мир прежним уже не будет. Происходящее событие – это решительные шаги по пути к многополярному мироустройству. Пресечению американской гегемонии, в интересах сохранения которой наращиваются группировки войск, поддерживается неонацистская идеология и, откровенно, фашистские режимы вокруг неугодных стран. К сожалению, такая политика Запада приближает мир к пропасти большой войны, в которой, как вы понимаете, победителей уже не будет. Каждый из приглашенных во Дворец независимости все это прекрасно понимает и едва ли переоценивает ту ответственность, которая после этой церемонии ляжет на плечи. Если диплом – это прежде всего новое знание, то новое звание, тем более генеральское, это обязанность вести за собой и принимать быстрое, но взвешенное решение, понимая цену возможной ошибки. Как никогда на нас, военных людей, смотрят наши люди с большой надеждой. Люди верят, что мы, офицеры, сделаем все возможное, да и невозможное для защиты Отечества. И у нас нет права их подвести. Я хочу, чтобы вы были достойны этого доверия. Мы люди военные, нас готовят для войны, но мы должны сделать все, чтобы этой войны не было. В добрый путь! В завершении церемонии традиционный бокал шампанского и важные слова от президента. В этот раз без лирики, строго и по-военному, как и подобает ситуации в зоне их общей ответственности. Современные фашисты стран НАТО никуда не делись, они не умерли. И они планируют нанесение удара через Украину и Беларусь. Поэтому, может быть даже отчасти интуитивно, я понял, что это в феврале, и проказал министру обороны, начальнику генерального штаба, разработать операцию и закрыть полностью западную границу. Хотя, казалось бы, угроза была на южной границе. Мы тоже там не спали, но закрыли западную границу. И, как видите, спустя несколько месяцев эта стратегия подтверждается. Мы делаем соответствующие выводы из этого конфликта в Украине. Потому что война сегодня там, не дай Бог, это наша война в Беларуси. Именно так нам придется защищать наше Отечество, если там безумцев возьмет верх. Конечно, Европа воевать не хочет. Никакие они не вояки. Но и понятно то, что Европа сегодня ничего не решает. Она полностью находится под сапогом Вашингтонского куратора. Поэтому нам, ребята, расслабляться ни в коем случае нельзя. Я поднимаю этот бокал за Вас и Ваши тылы. За Ваших жен, за Ваших сыновей и дочерей. Очень хочу, чтобы у них были такие мужественные отцы, как Вы. За Вас. Эти слова, назвученная угроза, тревожат, если не пугают любого человека. Мы привыкли к спокойной и мирной жизни, которую точно не хотели бы менять ни на какую другую. Мы привыкли чувствовать себя защищенными. И если все это время не задумывались о том, кто это ощущение обеспечивает, значит, все эти люди на своем месте. И уж точно не зря едят свой хлеб. Спокойные и уверенные после церемонии они не будут тратить время на светские беседы. А как того и требует долг и ситуация отправиться на службу.